Вырезанный контент Мафии 2 Тема, которую не обсудил только ленивый Спустя годы эта тема все еще актуальна Но на то, конечно же, есть повод Когда узналось, сколько вырезали из Мафии И каким огрызком она вышла на релизе Игра буквально начала ассоциироваться только с вырезанным контентом С того времени утекло много воды А версий, почему так произошло, стало настолько много Что игроки уже путаются в поиске настоящих причин Но сегодня я предлагаю вам узнать всю правду об истории разработки Всем привет, на связи Ник Лэй И сегодня мы узнаем истинную историю разработки и причины По которой из Мафии 2 так много вырезали Перед началом вновь напомню, что ваши лайки и подписки Помогают ютубу привлекать новых зрителей на мой канал Так что не поскупись на лайк и подписку Ну а сейчас присаживайтесь поудобнее, друзья Ведь мы начинаем Перед началом хочу выразить огромную благодарность за помощь в создании этого ролика Одному из разорвочков проекта Mafia 2 Extended Edition Сергею Кримеру Он же Сталин Мафиози Также вы можете заглянуть и в сами паблики ребят Которые восстанавливают весь вырезанный контент Mafia 2 Ссылку на обе игру поставлю в описании Поверьте, там вас ждет очень много интересной информации По началу разработки, как говорится, ничего не предвещало Молодая студия Illusion Softworks только закончила работу над Mafia The City of Lost Heaven И буквально на следующий день после выпуска игры Разработчики начали работать над сиквелом Хотя на тот момент никто даже и подумать не мог о том Каких масштабов по итогу достигнет первая часть Mafia Один из разработчиков Роман Хладик в своем интервью говорил На фоне успеха первой Mafia Решение о создании сиквела было принято сразу Разработчики хотели работать над Mafia 2 А Вавра уже вовсю писал сценарий Мысль была такая После первой части Mafia 2 должна стать для фанатов куском пирога И после выхода на СНГ пространстве в 2003 Игра начала обретать дикую популярность по всему миру Разработчики уже начинают подыгрывать интерес к будущей части И в 2004 году состоится небольшая презентация Где мы могли лицезреть самую первую рабочую сборку Mafia 2 Первое время игра разрабатывалась на движке LS3D Но планировалась выпускаться игра не на движке первой части Как многие могли подумать Вскоре приняли решение разрабатывать Mafia на движке главного конкурента на тот момент Движке GTA RenderWare На презентации 2004 года как раз таки мы увидели геймплей с этого движка Изначально, как говорится, ничего не предвещало Но уже в этот момент наступают первые трудности разработки Слух о том, что разработчики не понимали, как работать с новым движком RenderWare Полный бред Ведь в 2004 году движок был приобретен компанией EA Games Что и стало первой палкой в колеса разработчиков Mafia 2 Данное событие означало то, что все труды компании буквально пойдут на смарку Ведь придется потратить немало времени, дабы либо найти другой движок Либо начать разработку собственного Средств у студии было не так много Потому данное событие послужило поводом для первого конфликта между Ваврой и руководством Ведь было принято решение о разработке собственного движка Вавра был в ярости Ведь это означало лишь одно Разработка Mafia 2 временно приостановлена В какой-то момент Дэн просто не выдержал и объявил об уходе из студии Но по слухам, он все так же пытался принимать участие в разработке Даже несмотря на то, что уже занимался другим проектом Но позже Дэниэль Вавра все-таки вернется в студию Как корабль назовешь, так он и поплывет Слова абсолютно точно подходящие под ситуацию с разработкой Mafia 2 С самого начала у игры были проблемы то со сменой движка То с его выкупом другой компанией Что повлекло за собой скандалы, разногласия И даже увольнение внутри студии Что было лишь с цветочками Лишь с самым началом Но после разработки нового движка Рабочая атмосфера восстановилась И игра вновь начала активно разрабатываться И уже в 2007 мы увидим самый первый трейлер Mafia 2 Уже на новом движке Illusion Engine В игру потихоньку добавляли новые возможности А за сюжет был ответственным сам Вавра Который к этому времени предоставил уже готовый сценарий Mafia 2 На целых 700 страниц История была полностью готова Оставались лишь некоторые детали А разработчики уже активнее делились некоторыми подробностями об игре Попутно допиливая механики игры, миссии и так далее Но именно в эти года состоялся выход нового поколения консолей Что повлекло за собой логичное решение об улучшении игрового движка под новые реалия Но тут Illusion Softworks вновь сталкиваются с проблемой Ведь пошел уже пятый год разработки За это время игра успела сменить несколько движков и кардинально измениться визуально Но рано или поздно средства, полученные с продаж первой части, кончатся Так и случилось У студии начались серьезные финансовые проблемы Средств на разработку попросту не было И в начале 2008 года прогремела новость Которая в будущем сильно повлияет на судьбу Mafia 2 Компания Take-Two приобретает Illusion Softworks и права на мафию А также переименовывает их студию в Тукетчах Эх, как похорошела Mafia 2 при Sabia Oi, то есть при Take-Two Да, именно после перехода под крыло новой студии разработка только ускорилась А движок меньше чем за год изменил игру из такой вот в такую Ведь данный трейлер вышел уже в декабре 2008 года на выставке VGA Где была назначена первая дата выхода игры Осень 2009 И такое изменение игры было напрямую связано с недавним приобретением Ведь множество сил с других команд собрались воедино И в количестве почти 100 человек начали разработку Mafia 2 В игру уже многое добавили, а графика поражала Говорят о том, насколько игра была готова Скриншоты за 2007-2008 год По которым хоть отдельное видео посвящай Но одно известно точно, это не то, далеко не то, что по итогу выйдет на релизе По ходу игры нам неоднократно давался выбор, который в дальнейшем напрямую влиял на одну из концовок Которых планировалось несколько А о разрабатываемых локациях, сайт-квестах и возможностях геймплея Я вообще молчу О них уже давно всем известно В планах разработчиков было слишком много И эти самые планы Разнились с планами издателя Из-за чего В дальнейшем начнется череда переносов выхода игры И миллион обещаний по всем новым датам Представляя вашему вниманию Адский 2009 год Который перевернул абсолютно все И сделал из Mafia 2 Совершенно другую игру Как я уже сказал Первым сроком для выхода игры стала осень 2009 И разработка Mafia 2 к тому времени действительно подходила к концу В августе 2009 разработчики уже дали некий анонс И показали геймплей одной из миссий Под названием Колеса в огне Что самое забавное Эта миссия не появится в финальной версии По информации от Сергея Кримера Одного из участников Mafia 2 Extended Edition Уже в 2009 году На руках у 2KCh Был полноценный билд игры со всеми концовками Возможностями и контентом Но именно после этой выставки Начался сущий ад Разработчики приходят к издателю И показывают все наработки Все то, на чем старались люди Порядка 7 лет И тут Издатель и продюсеры напрямую заявляют им Давай по новой, Миша, все хуйня Понятное дело, что издателю нужны были только деньги А потому последовал приказ об исправлении некоторых вещей Например, многие знают, что миссий на Сицилии было несколько Издатель напрямую заявил Это игра про мафию, а не про войнушку Вот и вырезали Сицилию Разработка которой, на секундочку, ушло целых 2 года Разработчики взялись за исправление контента Но приближался в 8-й год разработки игры А издатели и продюсеров волновали исключительно деньги Из-за чего затягивать с созданием игры Уже просто нельзя было Потому были приняты радикальные решения Удалять все, вместо того, чтобы исправлять Таким образом, по накатанной из игры Начал пропадать контент Тот контент, который разрабатывался годами Удаляли его чуть ли не со слезами на глазах И тут начался эффект с цепочки Вырезали одну фишку Она, как оказывается, была связана с двумя И они теперь неполноценные Логичное решение вырезать их тоже Повлекло за собой распространение проблем в других сферах Из-за чего по итогу из игры было вырезано далеко не 20, не 30 и даже не 50 процентов Из Mafia 2 удалили гораздо больше, чем половины игры Из нее удалили больше половины изначально запланированного контента Это была уже совершенно другая игра Разработчики были просто в ярости Они трудились над невероятно проработанным проектом А по итогу вырезает настолько многое, что она превращается в совершенно другую игру Не то, что планировали изначально Из-за чего на все их возмущения им прямо заявили Что-то не нравится, да верь там Что и повлекло массовое увольнение из студии В 2009 году из команды ушел костяк главных разработчиков Которые не выдержали производственного ада А перед релизом было уволено еще 30 сотрудников Которых по итогу даже вырезали из финальных титров игры На их труды за все эти годы просто наплевали Остались лишь те, кто просто выполнял свою работу за деньги И были готовы довести Мафию 2 хоть до какого-то состояния К слову, многие упоминают о том, что уход Дэниеля Вавры напрямую повлиял на то, что из Мафии 2 много вырезали Что является полнейшей чушью Во-первых, даже если бы он остался Дэн не мог повлиять на процесс разработки Он занимался исключительно сюжетной составляющей А во-вторых, уходил он из студии тогда, когда у Мафии был готовый билд В 2009 В своем интервью Вавра высказывался так Еще вопрос у 2 Мафии Мне понравилось и я ушел Они выпустили совершенно другую игру с другим сюжетом А моя работа пошла на сморку Так Дэниель Вавра высказался о вырезанном контенте Мафии 2 А по мнению Сергея Кремера Ушел Вавра именно из-за Мафии 3 Ведь за весь процесс разработки второй части Он успел написать сценарий к тройке Который токей попросту отклонили Затянувшаяся разработка второй части Производственный ад и последняя капля в виде отказа От его сценарий для будущей части Как раз таки повлияли на уход Вавра из студии Но его уход Никак не связан с тем Что из Мафии 2 много вырезали А теперь к новостям игровой индустрии Согласно финансовому отсчету компании Take-Two За первый квартал 2010 года Дата выхода ожидаемой Мафии 2 Была в очередной раз перенесена Игра должна была выйти в мае этого года Новая дата релиза теперь указывает на промежуток времени Между 1 августа 2010 И 31 октября 2010 Но разве это та мафия Над которой трудились 8 лет Итого 24 августа выходит так долгожданная всеми Мафии 2 Которую фанаты ожидали увидеть совершенно другой Им обещали совершенно другую игру Другой проект с множеством возможностей А подают какой-то огрызок Но поверьте В этом стоит винить не самих разработчиков Ведь они сами жалеют о том Что все их труды попросту стерли Как и фамилии тех, кто просто хотел остановить то безумие Из-за которого в угоду деньгам Погибла та самая мафия Которая изначально была совершенно другой игрой То, что вышло в 2010 году Неправильно называть Мафии 2 По итогу я сойдусь во мнении с Сергеем Который назвал главной причиной Время Разработка слишком долго затягивалась Именно из-за разных факторов Проходит 3 года А тут нужно делать новый движок Прошло 5 лет А уже кончились деньги Проходит 7 лет А тебе говорят все исправлять Но ты понимаешь, что Разработка уже затягивается на 8 год И тянуть попросту нельзя Проще все вырезать и выпустить мафию такой Какая она является по сей день Повлиял ли на это издатель? Да Повлияли ли на это сами разработчики? Тоже да Но основной причиной стало все-таки время Все обстоятельства и трудности разработки Затянули весь процесс Мы буквально потеряли Ту самую мафию 2 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok